Всем привет! Сегодня я покажу как сделать простое выполнение, но на вид красивый и праздничный маникюр. Для него мне понадобятся 2 гель-лака Тортиса и Камифубуки. Эти товары у меня с сайта МКосметик. Все номера и ссылочки будут в описании. Для своего дизайна я выбрала Камифубуки номер 7. С остальными Камифубиками я покажу примеры работ более подробно в конце видео. Итак, у меня уже нанесена база и теперь я крашу ногти черным гель-лаком. Когда я делала обзор с этими гель-лаками, то я говорила, что буду наносить черный цвет в 2 тонких слоя. Но гель-лак сам очень хорошо и равномерно ложится в один средний слой, поэтому наносить его 2 раза нет смысла. Кстати, в лампе он не запекается и хорошо просыхает. Следующий гель-лак Тортиса из серии для Френча. Имеет очень красивый натуральный оттенок. Также хорошо ложится в один слой и саморазравнивается. Далее сушу в лампе. Теперь нужно промазать область, где будут Камифубуки густой базой. Я переношу Камифубуки с помощью кисти, смоченной в этой же базе. Начинаю с самых крупных, а затем размещаю вокруг средние и маленькие. Сушу в лампе. После этого нужно сделать выравнивание ногтей с помощью густой базы или густого топа. В случае с Камифубуки я сначала сразу наношу густым слоем материал, и затем добавляю каплю чуть ниже кутикулы и распределяю ее. Переворачиваю ноготок, жду пока материал полностью распределится и отправляю в лампу. После этого можно нанести топ на все ногти и снова просушить в лампе. Во время снятия липкого слоя ничего не должно цепляться за салфеточку. Если это происходит, то нужно нанести еще один слой топа. Теперь нужно придать объем всем кружочкам. Я начинаю с больших и периодически фиксирую в лампе. Для капель можно выбрать любой густой материал, но я бы советовала именно густой топ с липким слоем или без него, потому как база или конструирующий гель теряет свой глянец после снятия липкости. После сушки при необходимости снимаем липкий слой и дизайн готов. В наборе 104 Камифубуки одного цвета с разным диаметром. Я их выложила на тех же оттенках, что использовала сегодня в видео. В наборе номер 110 Камифубуки только большого размера. Они переливаются от белого к розовому, зеленому и фиолетовому. Мне очень понравилось, как они смотрятся в объеме на черном фоне. И с набором 109 я сделала на бежевом такой же дизайн, как и на ногтях. А на черном выложила Камифубуки в два слоя и перекрыла матовым топом после выравнивания поверхности. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!